Российские историки готовят к публикации уникальные документы. В архиве Министерства обороны обнаружены фрагменты дневников одного из самых кровавых нацистских преступников Генриха Гиммлера. По словам ученых, найденные документы могут не только добавить штрихи к портрету Рейхсфюрера СС, но и пролить свет на некоторые эпизоды Второй мировой войны. Все подробности у Павла Краснова. В этих серых, ничем не примечательных на вид папках, документальные свидетельства истории 20 века и одного из самых страшных ее событий Второй мировой войны. Два тома и чуть больше тысячи листов, на каждом из которых с немецкой педантичностью по минутам расписанный день одного из главных нацистских преступников. Вот что представляет из себя ежедневный план работы Генриха. День начинался у него, как правило, с 12 часов, работал он допоздна, но в одно и то же время у него, как правило, бывал обед. Он уделял время стрельбе, это тоже отмечено, о том, что его парикмахер посещал, о том, что он смотрел фильм вместе с женой. В нацистской Германии Генрих Гиммлер занимал пост Рейхсфюрера СС, то есть командующего этой организацией. Именно он несет ответственность за совершенные ССовцами преступления, в том числе массовый террор и уничтожение людей по расовому признаку. В ведении СС с 33-го года находились все концлагеря. Вот, например, 26 февраля 43-го года. В 14.00 он прибывает в Прагу, затем в 16.15 в Веймар, где встречается с комендантом концлагеря Бухенвальд, оберштумбанфюрером Пистером. Они проводят практически 4 часа в Бухенвальде, то есть вот запись 16.15, 20.15. В 45-м году эти документы были найдены красноармейцами и перевезены в СССР. Вот уже более полувека они хранятся в архиве Минобороны. Правда, по мнению архивистов, называть их в полном смысле дневниками Гиммлера нельзя. Правильнее было бы называть их расписанием или распорядком дня. Интересный обед состоялся у него 18 января 43-го года. В списке приглашенных на обед, который состоялся в 14.30, были представители следующих стран. Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия, Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Турция, Болгария. Обедали они достаточно долго, с 14.30 до 18.00. Интересная запись. От сентября 44-го года в 14.00 он обедает с генералом Власовым, а в 16.00 принимает от него доклад. А вот документы 20 февраля 43-го. Гиммлер едет в Ставку Гитлера, где встречается с Гудерианом. Если сопоставить этот факт с событиями на фронте, можно предположить, что на встрече обсуждалось начавшееся днем ранее контрнаступление немцев, которые пытались остановить продвижение Красной Армии, развивавшей успех после Сталинградской битвы. К слову, годом позже, в 44-м, в Ставке Гитлера, судя по записям, Гиммлер начинает бывать чуть ли не каждый день, участвуя в совещаниях с другими нацистскими военачальниками. Стиль всех документов по деловому сухой, но все равно, ознакомившись с ними, немецкие журналисты эмоционально назвали их дневником массового убийцы. Более чем на тысячи страниц безжалостный организатор убийства 6 миллионов человек в концлагерях с доскональной точностью описывал свои будни. Утром он самолично следил за эффективностью установок в газовых камерах концлагеря Собибор, а вечером принимал участие в банкете для офицеров СС. Его дневники важны с точки зрения отделения правды от вымысла. С одной стороны, его образ в массовом сознании однозначен. Он нечто вроде патологического террориста, и действительно, он несет прямую ответственность за осознанное зверство против десятков тысяч людей. С другой стороны, дневники раскрывают его частную, личную жизнь, и там виден совершенно другой образ, особенно в его отношении к жене и дочери. Примерный семьянин и бездушный убийца. Это противоречивое сочетание больше всего поражает немецких ученых, которые уже несколько лет работают в архивах вместе с российскими коллегами, открывая ранее неизвестные страницы истории. В будущем все перемещенные документы, так официально принято называть трофейные архивы, будут переведены на русский язык и оцифрованы, чтобы ознакомиться с ними могли все желающие. Павел Краснов, Андрей Леонов, Вячеслав Манехин, Ярослав Зорин, Первый канал.